Вы на канале об образовании и науке, и это видео о том, как студенты перевелись в MIT из МГУ и СПБГУ. В описании к видео есть удобная навигация. Мы поговорим о том, как ребята учились в школе, как готовились к олимпиадам, о том, как поступали в MIT. Вообразите себе, один из них поступил в MIT, не сдавая ни единого теста, даже тест на знание английского языка. Мы поговорим про трудности и первые шаги при переезде в университет США. И, конечно, поговорим про детали обучения. Это самая ценная часть этого видео, не пропустите. Будьте осторожны, нежные мечты тех, кто беззаветно восторженно относится к США, могут быть немножко поцарапаны. В этом видео вы услышите не только положительные моменты про MIT, как это часто бывало в предыдущих интервью на моем канале, но также и довольно жесткую критику. Здравствуйте, зрители! У меня сегодня в гостях Данил и Андрей. Они перевелись в MIT, не поступили на первый курс, а именно перевелись из университетов. И стало быть, у нас Андрей из МГУ перевелся, с Химфака, а Данил перевелся из СПБГУ, с факультета компьютерных наук и математики. Давайте, ребята, поговорим с вами, ну, прежде всего, откуда у вас зародился интерес к своим областям. Я так немного предвосхищу, скажу, что и тот, и другой, они золотые медалисты международной олимпиады. И расскажите, ребята, откуда у вас появился вот интерес к этим областям? То есть кто там, родители в кружки отправили, дедушка был какой-то инженер там или что-то в этом роде и прививал любовь к дисциплине? Ну, у меня это было так, что в середине седьмого класса я перевелся в профильный физико-химический класс в моей школе. То есть я учился в обычном классе до середины седьмого и потом перевелся в физико-химический с увеличенной нагрузкой по математике, физике, химии, информатике. А что это за школа? А школа номер 1329 находится на юго-западе в Москве. И когда надо было поступать вот в этот класс? Нет, я в этой школе учился с первого класса и просто в седьмом классе перевелся в профильный физико-химический класс, где уже прям была очень сильная нагрузка. Там я и познакомился с химией, которую я сначала не полюбил, потому что я пропустил первые полгода и мне надо было как-то нагонять. Но в результате летней подготовки, у нас была сессия для того, чтобы перевести следующий класс, я нагнал весь материал и мне в конце концов понравилось. То есть это прямо благодаря школе, да? Да, буквально, буквально. У нас были прекрасные учителя, то есть у нас один из учителей был золотым медалистом международной химической олимпиады в прошлом, поэтому... Ну да, это блестяще для учителя. Поэтому да, да, то есть уровень был очень высоким. Так, а ты, Данил? Ну, я как-то на кружок пошел, закрутил, завертелся там. На кружок? А в каком возрасте? В начале средней школы. Получается, кружок по математике был? Да, да, по математике. Я правильно помню, что в Казани это было, значит? Да, я коренной казанец. А расскажи, какой... Ну вот что за кружок, может, у него есть название какое-то? Ну, кто-то из ребят, знаешь, учится и такой, ну, ой, я хочу пойти, так и другое. Да, я передаю привет Казанскому математическому кружку, организация «Одаренный ребенок». Ну, а расскажите, то есть вот как у вас получилось, вы начали участвовать в Олимпиадах? То есть это были вначале какие-то, ну, там, не знаю, кенгуру или там, ну, там, медвежонок или... Ну, то есть вот расскажите, что... Английский бульдог, да? Ну, у нас просто, ну, как я сказал уже, в классе довольно, ну, была довольно сильная нагрузка. Про Олимпиады все знали, потому что, ну, учителя были связаны с Олимпиадами так или иначе. И просто там, начиная с 7-8 класса мы там участвовали в Максвелле по физике. Там, это аналог сервиса для школьников, которые учатся в 7-8 классе. Вот, а начиная с 9 класса просто там уже начинается Всероссийская Олимпиада. Ну, для меня вот серьезное участие в Олимпиадах началось именно с 9 класса. А, то есть в школе параллельно с уроками были еще какие-то дополнительные занятия, чтобы вот к Олимпиадам тренироваться? Или ты сам думаешь? Они были не дополнительными, они были обязательными. Интересно. А у тебя, Данил? Как началось? Какие первые Олимпиады ты стал делать? Ну, в кенгуру ты участвовал? В кенгуру? Да. Мне кажется, да, я один раз участвовал в международном конкурсе кенгуру. Вот, но я не думаю, что это как-то повлияло на мой Олимпиадный путь. Не, я думаю, повлияло. Не, ну, как бы ты же тренируешься вот в этой, знаешь, нервной обстановке, что вот на время надо решать задачи. Ну, это тест на что-то, не знаю, на сообразись, на смекалку. Да, я слышусь, там пару десятков задач. Это там нужно выбрать из вариантов. Скоростой надо, да, решение. Не Олимпиада. Но там не знаю, в чем обычно участвуют там в средней школе Уральский турнир. Олимпиада Эйлер, наверное, на все раз поехал. В седьмом-восьмом классе, наверное. Ну, не знаю, это... Мне, если честно, кажется, что Олимпиада — это все-таки для детей. Вот, и что вот Олимпиады, они никак не помогают реальному научному пути и так далее. Ну, подожди, ты здесь оказался, вообще говоря, благодаря Олимпиаде? Ну, да, но для меня Олимпиада — это совершенно пройденный путь, и я не хочу к ней возвращаться. Мне кажется, что это очень интересное и полезное занятие для детей. А скажите, вот вы вдвоем, вот вы участвовали только по своему профилю, скажем, ты, Данил, по математике, а ты по химии, или вы еще как-то, ну, в других тоже дисциплинах участвовали? Ну, я еще пробовался в седьмом-восьмом, даже в начале девятого класса в Олимпиадах по физике, в чем не преуспел. Вот, физика оказалась слишком сложна для меня. Я участвовал в математике, наверное, в ранних классах, более ранних, чем девятый, вот. Но основной фокус был на химии, наверное. Так, а ты, Данил? Ну, я участвовал там в информатике, в химии, но это так, это была просто, ну, интрижка такая небольшая, я не был... Там был успех, то есть, ну, какие-то медали ты получил? Да нет, конечно, там на сервис ездил пару раз, и все это. Ездил на сервис пару раз, интрижка. Ну, там ни о чем было совершенно. Так, хорошо. А, значит, давайте вот ближе к делу. То есть, я правильно понимаю, что вы не в десятом, а именно в одиннадцатом классе получили свое золото на межнарах? Я в десятом и в одиннадцатом, но это так, это опять же было. Ну, несерьезно, в десятом. А что значит несерьезно? Ну, я там плохо написал, у меня серебро было. Я в десятом классе не отобрался в команду, вот, на межнар, но в одиннадцатом классе, да. То есть, я ездил только один раз, после одиннадцатого класса. А ты, значит, в одиннадцатом классе уже взял золото по математике. Вот когда вы узнаете о результатах этой олимпиады? У нас, мне кажется, был немного странный год, в том плане, что... В 2020-м же тоже дистанционная олимпиада была, да? Да, но по химии в двадцать первом и в двадцатом годах олимпиада была в дистанционном формате. Поэтому мы просто писали на базе школы, центра патагонического мастерства, вот, мы написали олимпиаду там, у нас не было практического тура, который обязателен в очном формате. И, ну, результаты были там, я не знаю, ну, через неделю буквально, может, меньше даже. Практический тур, это у химиков эксперименты прямо? Да, 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 да. Но, понятно, в дистанционном формате это очень сложно реализовать, поэтому у нас был только один теоретический тур. И, значит, в каком месяце ты узнал результаты? Это был август, это был август 2021-го, да. Так, а ты когда? В начале августа. Нет, в июле, наверное, узнал. В июле. Да, ну, я напомню, что здесь, если вот там поступать как бакалавр, то, соответственно, это нужно подавать документы либо в ноябре, либо в январе, а если делать трансфер, то нужно в марте. То есть, когда ребята получили вот эти крутые результаты, уже все дедлайны прошли. Ну, вообще, мне кажется, что если поднапрячься, то можно было бы и успеть. В смысле, как успеть? Ну, там, я не знаю, можно не идти бы в университет, но если такая возможность есть, то можно идти в университет, просто успеть до основного дедлайна и подать документы. Но ты же все равно в следующий год поступаешь. А, ну да, да, понятно, понятно. Ну, некоторые люди делают так, что они не идут в университет и действительно делают как не трансфер из одного университета в другой, а поступают на первый курс, как вот после школы, просто с перерывом. Но шансов в любом случае будет больше, если ты выбираешь традиционный путь поступления, мне кажется. На первый курс? Да, там побольше. Я вчера для Гарварда это считал, и там получается, что у Гарварда где-то 3,5% успеха при подаче заявок, а если ты делаешь трансфер, то там меньше 1% шанс. То есть там типа 12 мест, и на них претендует полторы тысячи человек. Ну, типа того, да. Вот. Ну, вы смогли. Решили выйти на улицу на свежий воздух, подышать во дворе КМИТ. Значит, узнали вы свои результаты об Олимпиаде и стали спустя какое-то время подаваться. Стал, Данил, аж в марте подаваться, да? 4 марта начал. У тебя было буквально несколько дней на подготовку заявки. Да, дней 10 было. А ты, ну, заранее стал готовиться? Я вообще, я не думал об этой идее до 9 января, и 9 января решил, что надо подаваться. Ну и, да, получается, у меня сколько-то, на 2 месяца было с небольшим. Угу. Вот. Я не скажу, что я их прям 2 месяца всё время готовил заявку, но там в конце пришлось попотеть, вот, сделать. Много работы довольно. Я скажу, что ребята подавались в ковидное время, когда убрали обязательное требование на сети сабджик-теста и профильных экзаменов, типа advanced placement. И, то есть, получается, вы сдали единственное, это английский тест, да, чтобы поступать? Я не сдавал английский. Ты даже английский не сдавал? Не сдавал. Так. Я сдавал dual-ing English test, вот. Это один из самых простых английских тестов, сдаётся онлайн. Я соглашусь с этим утверждением. Это было очень удобно, потому что в тот момент то Apple и IELTS уже ждать было нельзя, но к ним действительно готовятся гораздо более трудозатратно, чем к тому же dual-ing English test, поэтому я всем рекомендую dual-ing English test. Обращу ваше внимание, что вот когда только начался ковид в 20-м году, почти все универы, в том числе британские, принимали dual-ing English test, а чуть позднее, когда TOEFL переориентировался и открыл TOEFL Home Edition, то есть можно его удаленно онлайн сдавать, то уже, ну, как бы универы, британские, например, Oxford, они сказали, а не, всё, dual-ing English test, мы не принимаем. А американские лузы, типа вот MIT, они принимают до сих пор. Да, но dual-ing English принимают далеко не все университеты, понимают. Ну, нужно смотреть описание детально у конкретного вуза. А как так получилось, что ты никакой не сдавал английский? Ну, я бы написал в приёмную комиссию, он сказал, ребят, ну, тут TOEFL из России ушло недавно. То есть, мне технически не... Они тебе не сказали dual-ing English, давай? Ну, они мне сказали, ну, ладно, хорошо, что так случилось, давай мы уберём тебе требования. Не нужно доказывать proficiency in English, но я не доказывал. То есть, получается, вы поступали главным образом благодаря Олимпиаде и эссе. Да, эссе. А вы можете сказать чуть подробнее про эссе? То есть, вот, какие там есть эссе, то есть их несколько штук, и про что вы писали в них? Так, ну, среди эссе там... Они, по-моему, почти те же самые, что и для первокурсников, там есть только эссе. Это не кадр. По-моему, нет. Там есть только эссе, которое отличается. Это почему вы хотите перевести со своего университета? Было эссе, там, расскажите, как вы сделали какой-то там contribution в ваше сообщество. Вы пользует контрибьюшн ваше сообщество. Спасибо. Не забывайте корни русского языка. Спасибо. Потом... Как вы преодолеваете трудности, по-моему, было эссе типа того. Уже не помню. Какой самый большой вызов? Да, да, да. Какой самый большой вызов? Вы преодолели. Да, вы преодолели. Слушай, вот то, что ты сейчас называешь, это то, что требует на первом курсе. Да, да, да. Ну, я говорю, там темы, по-моему, почти полностью повторяются. Там главное эссе другое. А про что главное эссе? Почему вам не нравится там, где вы сейчас учитесь? Ну, тема примерно такая. Да, да. Ну, в плане, ну, что значит «дано»? Ну, по объему такое. Почему вы хотите переводиться? Ну, они все до 250 слов. Нет, уже было 500, мне кажется. Нет, 250. Они все до 250. Одно было большое, мне кажется. Нет, они все до 250. Так. Нужно поспорить. Хорошо. Основная трудность, как мне кажется, это то, что нужно очень емко написать и изложить свою мысль. То есть расписать, ну, действительно, толковые вещи, там, если это достижения или вот какие-то аргументированные результаты, там, достижения. Но нужно очень емко это сделать. Да. И когда вы узнали результат? То есть дедлайн в марте. Да, дедлайн 15 марта. 3 мая были результаты. 4 мая. Ну, я думаю, это не критично. Нет, это очень критично, потому что там, в общем, 4 мая пришли результаты. Это вот «may the fourth be with you». То есть это игра слов в некотором смысле. Это «день звездных войн». Так, хорошо. И, а скажите, вот, ну, уже давно, там, еще со времен Трампа, чтобы получить визу студенческую, стало нужно ездить вот за рубеж. И вот вопрос, вот, если это не секрет. То есть обычно едут, там, в Казахстан, в Сербию. Где вам было проще это сделать? Да, я ездил в Белград. Это было ужасно, потому что прямых весов нет. В Белград нет? Они есть, но там они очень быстро раскупались. Они очень быстро раскупались. Еще российскому студентам дают студенческую визу на год. То есть, если ты выезжаешь в США, каждый год нужно обновлять. Это тоже ужасно, это недопустимо, мне кажется. Да, да, давай я поясню. То есть штука в чем? Что визу дают на год, но если ты не выезжаешь, то ты, в принципе, можешь и без визы учиться. Все так. Но если ты выехал, то надо уже переоформлять и делать новую визу, и опять на год. Еще сайт, они не работают, они вылетают. Мне кажется, я потратил несколько сотен долларов просто потому, что мой перевод, он застарял где-то. Государственный департамент США худшая организация в мире. В смысле перевод какой? Там есть фи. А, да заплатить за заявку. Да, да, да. Пошлино. Пошлино. На визу. Там, чтобы собеседование пройти, нужно заплатить 160 долларов. Да. Еще 260 нужно заплатить вот этот сервис. Больше. 360, мне кажется. 360 долларов нужно заплатить, чтобы тебя внесли в систему учета иностранных студентов. Да. Это там, не знаю, просто половина банков просто не работают со системой. Короче, это будет главная боль, если будете поступать, мне не понравилось. Отскажите, то есть вот вы когда едете на визу, да, подаваться, то есть нужно письмо от университета о том, что вас взяли, да? Да. То есть это единственное, что требуется? То есть получается английский тест уже, ну, как бы не нужно. Если универ берет, все. Да, там просто вот там форма есть, которая называется i20, там написано, что там студент, он полностью владеет английским. Там вот есть отдельные просто комментарии по этому поводу. Я думаю, что это достаточно. Формальный английский нужен, но считается, что бремя проверки того, что студент владеет английским, лежит на университете. У меня так было в Ирландии. То есть вот я тоже поступил без, но я, по-честному, не знал английский, когда ехал. В аспирантуру туда. Да, мы тоже не знали. И там тоже как бы универ берет, но там так было. Профессор, если берет, универу по барабану. Ну, у меня был профессор, выпускник физтеха. Вот, ему было неважно. Вот. Если универ берет, то чиновникам неважно. Вот, и тебе просто дают визу студенческую, да. При поступлении нужно еще подавать рекомендации, то есть вот для перевода. То есть сколько требуется рекомендаций? И кто это? Кто-то из университета? Да, это отличный вопрос. И мне кажется, что рекомендации действительно играют большую роль при поступлении. В MIT просят четыре рекомендации. Две из них опциональные, две из них обязательные. И две обязательные должны быть от профессоров в университете, которые непосредственно с тобой работали, которые знают, ну, в общем, как ты учишься и могут, ну, собственно, рассказать университету про тебя, как будущего кандидата. И, да, но в целом я просил просто, ну, профессоров, которые меня знали, с которыми я там работал еще до университета, и никаких проблем с рекомендациями не было у меня, по крайней мере. То есть профессора дают их довольно охотно. В интервью мы совсем забыли обсудить с ребятами их школьные оценки, потому что когда поступаешь или переводишься в университет США, нужно еще и показывать, как ты учился в школе за последние четыре года. Ну и вот, например, Андрей, который делал трансфер, то есть у него уже все, школа была закончена, сказал мне, что он за четыре года оценки предоставил, показывал годовые оценки, и у него средний балл был достаточно высокий. По четырехбальной американской системе у него было 3.97. Ну, то есть он был отличником. Кроме того, он подавал оценки из университета, то, что вот он закончил уже первое полугодие, сдал сессию, ну, у него там было все отлично, так что это ему тоже помогло, усилило его заявку. Важный еще момент, то есть вот внутри одного предмета он прям годовые оценки показывал, а что касается вот в целом считать средний балл по всем предметам, то Андрей, как и, помните, Никита, видео, о котором он рассказывал, как он поступал на первый курс в MIT, он считал такую среднюю оценку, учитывая веса пропорционально часам занятий. Ну, условно говоря, если у вас по истории там стоит четверка, но у вас уроков по истории почти не было в школе, а по физике стоит пятерка, зато там было очень-очень много часов, то, ну, вот считается с весами оценка средняя, и, соответственно, у физики, у пятерки, у этой будет вес гораздо больше. Ну, что как бы хорошо. Ну, а скажите, вот, когда ты приезжаешь сюда учиться, то есть это нужно ехать, получается, уже, ну, где-то в конце августа приехать? Да. Мне кажется, там по закону, ну, можно приехать не больше, чем за 30 дней до начала учебы. Так. Вот. Я приезжал 20 августа, по-моему. Нет, 19. Ну, чисто такие бытовые для студента, какие первые шаги? То есть там, не знаю, вот я скажу с того, что у меня было. Открыть банковский счет, чтобы его открыть, нужно было иметь жилье, чтобы, ну, в общем, там одно на другое завязано, и была прямо такая вот проблема, что... Да. Что здесь нужно? Мне есть что сказать, это очень важно. В Соединенных Штатах нет концепта одеяла, то есть как такового. Одеяла? Да. У них, они, я рассказываю, они укрываются следующим образом. У них есть покрывало. А, да. Потом простынка. Потом плед, потом еще одно покрывало. Такой бутерброд. Вот они вот так спят. Ага. Но человеку стилизованную меру, конечно, так спать невозможно, поэтому... Ты привез под одеяльник? Не-не-не-не. Я единственная европейская вещь с США, это Икея. Вот в Икея есть нормальный одеял. То есть вот прям с дырку там можно засунуть. Под одеяльник. Ага. Да, вот под одеяльник, вот куда нужно стоять одеяла, вот тут в Икея можно купить. В остальных местах такого нет. Они спят под бутербродом. Это ужасно. Я всех своих американских друзей пытаюсь научить, что вот так спать нельзя, что это, ну, не цивилизованно просто. Я честно скажу, я вот сейчас снимаю жилье через Airbnb, и у меня тоже кровать, и там простынка, а сверху одеяло. Под одеяльник не практикуют. А скажите, вот вы сразу заселились в общагу? Да. Да. И вот вы заранее, еще находясь за рубежом, организовали общагу? То есть вам говорят, вы приедете, у вас вот такая-то комната, вот вы приехали, идете там к администратору, вам дают ключи и заселяетесь. У трансферов этот процесс немного задерживается, то есть обычно все, кто поступает на первый курс, они там знают свою общагу уже до того, еще до того, как трансферы еще поймут, вообще их взяли или не взяли. Вот поэтому, то есть там надо было дополнительно как-то запрашивать там право на общагу, но там с этим никаких проблем не было, и просто всем все дали. Вот, еще вспомнил, нужно как можно скорее получить ССН, номер социального обеспечения, Типа как ИНН, да? Да. Social Security. Это, у американцев нету единой системы идентификации, так как у нас паспорт, да, или вот как ID-карта в Европе. Ну, просто нету. Это большая, большое камень преткновения в политике, но, в общем, все ведомства, все банки используют вот этот ИНН как номер, по которому можно отслеживать человека. Поэтому, чтобы получить кредитную карту, чтобы снять квартиру, короче, для большинства действий нужен этот ССН, он называется здесь, Social Security Number. Вот. А где его получают? Универ выдает? Нет, его выдает Social Security Administration Office, наверное, называется. Ну, вот в Англии эти подразделения находятся в универе, например, для студентов. Здесь можно его получить в нескольких локациях по городу. Я ездил на какой-то ужасный рай, где меня чуть не грабанули, мне кажется. И он нужен по чекамужеской арену. Суть в том, что его нельзя получить, если нет письма от работодателя. Да. А по закону США студенты могут работать только на кампусе. То есть нужно найти работу на кампусе. Вот. Но я формально получил приглашение работы вахтером. То есть я официант трудоустроен как вахтер. И ты тоже к кем-то приду трудоустраивался? Ну, мне повезло чуть больше. Я просто пришел в лабораторию и устроился. А, в лабораторию, как лаборатория. Да, вот Андрей у нас в соседстве, а я вахтер. Ну, в общем... Да, я пришел в этот офис с письмом от того, что я вахтер. Мне дадут номер, смог получить кредитку, ну, и как бы начал. Смог подать на заявку на права водительские и так далее. Ну, в общем, это нужно делать как можно раньше. А подожди, права я правильно поделал, понимаю, это сделано, чтобы у тебя было ID? Ну, чтоб ты потом там куда-то придешь, у вас есть местная ID? Меня вот в бар не пускали, я им показываю, ну, вот, иностранный загранпаспорт, они говорят, это нам не надо, это не поможет. нужен паспорт. Паспорт есть меньше половины американцев, а вот права есть почти у всех, мне кажется. Мне кажется, можно получить просто ID штата. Да, можно получить, там, это называется, по-моему, liquor ID для того, чтобы выпивку можно было получать. А, а для чего оно еще нужно? А открыть счет в банке? Паспорт. Паспорт. Просто паспорт и виза. И виза. Да. Айбас еще можно. Вот в Англии еще обязательно требуют подтверждения адреса, и вот я ходил в универ, который мне писал письмо, что вот этот человек проживает по такому-то адресу, и они ему верили. Да вообще все ужасно, тут эта бюрократия, она абсолютно невыносима. Вот я подавал налоговую декларацию, да, вот этот такс ретен в форму в апреле, 18 апреля, дедлайн каждый год. А извините, это потому что с вот гранта надо платить налоги? Нет, просто любой человек, проживающий легально на территории Соединенных Штатов, обязан подавать. Там есть, конечно, исключения, можно не подавать налоговую декларацию, если заработок меньше 6 тысяч долларов в год, мне кажется. Но дело в том... Но у вас этот грант считается как заработок? Сейчас. Хорошо, там очень сложная тема. Американская налоговая система это кошмар, это просто и мне невозможно разобраться, если нет специального образования, и человек не может сам подать свои... разобрать своими налогами. Государство прекрасно знает, сколько он зарабатывает, но они специально не отнимают у него нужное число налогов не вычитают, потому что есть такая организация TurboTax. TurboTax лоббирует вот эту несовершенную систему, где государство примерно перекидывает сколько налогов человек должен заплатить, но не считает точно. Зачем? Потому что человек может ошибиться. Да, чтобы человек каждый год подавал свою налоговую декларацию сам. Но самому сделать невозможно. Поэтому он либо нанимает ну типа что, типа бухгалтером, короче ассистента, который делает за него, это дорого, либо он пользуется специальными приложениями, которыми владеет TurboTax. Ага. Вот, то есть TurboTax тратит миллиарды долларов каждый год, чтобы налоговая система оставалась специально запутанной. Вот. И ну суть в том, что MIT заплатила сами налоги с моего гранта. Но в США Россия есть такс трити получается налоговое соглашение о избежании двойного налогообложения, по которому я не должен платить налоги своего гранта. Поэтому по-хорошему мне США должны вернуть эти налоги. И они прекрасно знали, что они должны платить эти налоги. Потому что они знают, что я российский гражданин. Но они все равно у меня их взяли, чтобы я потом подал налоговую декларацию. Но разумеется, нужно посылать это по почте, как же еще, в Остин, штат Техас. Вот. Ну я собрал вот такую стопку документов и послал кучу документов от моего работодателя, ну то есть вот это вот вахты, мои общаги. Это от университета, который мне заплатил грант. Вот послал все это в 8 штат Техас. Еще я должен был это послать в Бостон, потому что еще налоги штата. Но этого здесь уже моего терпения не хватило, я не стал ничего посылать. Вот. Мне, наверное, сколько-то не заплатят, несколько сотен долларов. Но просто это мое терпение лопнуло на этом моменте. То есть бюрократия абсолютно ужасна. Все, везде нужно звонить, нигде нельзя написать. Вот, короче, госуслуги это лучше, что сделать человечество. Есть, конечно, ну и отрицательный момент у госуслуг, там, может прийти что-нибудь неприятное, но в целом госуслуге, да, это удобно. Ну, ладно, а что еще, вот, когда приезжаешь, то есть, получается, ну, жилье более-менее как бы организовано, а университет гарантирует, что у тебя будет своя комната собственная, или это не факт, и нужно шарить комнату? Ну, формально не факт, может быть так, что нужно делить, комната, конечно, есть. Ну, вообще, ну, вам досталась своя, чтобы была? Да, да, да. Да, я живу в худшей общаге, МАТИ, мне кажется, просто какой-то совковый, совковый санаторий, мне кажется, ну, все люди из Восточной Европы, которые заходят на общежитие, говорят, что это похоже на социалистический санаторий. Это правда. Это правда. Это правда. А у тебя хорошая? У меня хорошая общага, да. У него хорошая. Я изначально был хорошая общага. А если не секрет, сколько примерно стоит общага в месяц? О-о-о. Вот у Андрея в следующем году общежитие будет стоить 7 тысяч долларов в семестр, у меня 6 с половиной тысяч долларов в семестр. Абсолютно грабистские цены, все студенты недовольны. Семестр это примерно 4 месяца. Да, все студенты протестуют, и еще тут есть два общежития, Маккормик и Макгрегор, в котором переделывают лаунжи, ну, то есть вот эти вот общие пространства, общие пространства, и кухни в комнаты, то есть вот не хватает комнат для студентов, жилищный департамент, это абсолютно грабительская организация, еще у меня каждую неделю общежитие, каждую неделю. Пожарная сирена. Да, учебная? Я не знаю, в 4 утра, я уже не учусь. Но пожара ни разу не было еще вроде. Был сегодня пожар в Нью-Хаусе. О, у нас была, я тоже жил в общаге когда в аспирантуре, в общем вечеринка, ну, такое тоже большое здание, и пришли какие-то два парня, ну, какие-то вообще левые, конфликтные, их просто выгнали. Они вышли за дверь и подожгли датчик пожарный. Ну, чтобы всех выгнали вообще на улицу. Просто в каждой комнате вот на стене вот такой динамик. Ну, это везде на службе. Да, это пугает, это пугает. Даже не в коридоре, в каждой комнате. И он просто начинает орать, и, ну, больно просто ушам. Ну, а что-то, ну, вот еще полезное, какой-то лайфхак, вот когда приезжаешь, вот как каких-то трудностей избежать или стоит сделать. Ну, вы такие, ну, типа, блин, что же я так не сделал? Вот, мне кажется, то, что нужно сделать до приезда, это, значит, возможно, второй паспорт, загранпаспорт. Да, российские граждане могут иметь два паспорта по закону. Плюс доверенности на лица государственные. Чтобы... Государственные доверенности, да, чтобы дома... Кто-то что-то могли сделать. Да, да, да. Генеральная, натуральная доверенность. И прочекать здоровье, то есть, вот, обязательно здоровье мы заводимся. Особенно зубы. Особенно зубы, да. Я привез с собой пачку линз, потому что здесь, чтобы получить рецепт, нужно идти к врачу, это неудобно. А зубы здесь вообще... То есть, страховка МИТ не покрывает стоматологические услуги, и мой знакомый летал к себе домой в Казахстан, чтобы сделать себе зубы. Это... Да. Медицинская страховка США это тоже... Ну, подожди, а вот что-то там, ну, не дай бог, что-то заболит там, или какое-то повреждение... Если что-то не очень серьезное, то да, да, все будет... По страховке. Ну, а прививки тебе сделают тоже. Не, ну, а там, не знаю, не дай бог, руку сломал. Да, мне же делают, все делают, мне кажется. Сделают, да. То есть, ну, такой... Такое упрывается, да, да. Это не то, что... Это какая-то общая государственная система. Это МИТ дает тебе грант, 1600 долларов в семестр, и покупает тебе на эти деньги страховку. Да. Ага. За МИТ, что страховка, да. Это не так, что... Это не так, что у меня штат Массачусетс, вот просто так, по доброте душевной, не что-то делать. Нет, это там... За меня платят МИТ. Да. Так. Ну, а в целом, вот, стипендий хватает, чтобы покрывать учебу, вот эту вот общагу, и там еда, я так понимаю, в столовой включена. Зависит от дохода семьи. Ага. Чем больше доход семьи, тем меньше она покрывает. Но для обычного, скажем, среднестатистического, получается, что будет полное покрытие. Ну, такой лайфхак, я предлагаю. Дождитесь, если подаете финансовую декларацию родителей, дождитесь, пока курс рубля или валюта в вашей стороне вырастет. Потому что это автоматически придется к тому, что денег, которого выкаешь, не будет гораздо меньше. Например, когда я подавал финансы декларации своих родителей, курс доллара был 120 рублей. А, и у них, как бы, немного получалось в долларах. Ну, да. Вот. Такой вот. Да, это хороший шлагхак. Я поддерживаю. А нужно каждый год переподавать доход семьи? Да, каждый год переподавать. То есть, грубо говоря, если доход семьи, ну, что-то там, курс изменился или там, не дай бог, что-то с работой. То есть, если доход семьи упал, то могут стипендию повысить в следующий год. Ну, еще Россия не делит своими налоговыми записями с Соединенных Штатов Америки. Это я просто так говорю. То есть, у них нет способа проверить. Но все равно, ну, будьте честными, конечно, но знаете, что они не могут это проверить. Вернемся к учебе. Давайте расскажите, как происходит. То есть, вы, так как вы сделали трансфер, вас перевели без потери года. То есть, вы сразу на второй курс здесь пошли. Вам засчитали те предметы, которые вы сдавали у себя в университете. Ну, которых на год хватило. И вот дальше, ну, насколько я знаю, здесь нужно выбирать мейджор или майнер или два мейджора. И вот вопрос, как вы, там, прилетел ты, идешь к куратору и говоришь, я хочу вот по этому направлению двигаться или вы еще при подаче заявки при трансфере обязаны указывать, какой мейджор вы возьмете? Да, по-моему, там сначала надо указать при подаче заявки свой мейджор, но потом его не проблема сменить до начала учебы. Вот. Ну, я так сделал. Это трансферы касаются. Да, да, А ты, указал как мейджор? Я изначально при подаче заявки указал химию, но перед началом учебы попросил меня переключить на компьютер сайенс, вот, и меня переключили. А ты, Данил? У меня мейджор сейчас математик и университетной науки. Ну, здесь мейджор это вообще фикция. Можно вообще указать, что джендер стадис и до последнего курса изучать, ну, сделать фич, что теперь мейджор джендер стадис. Но при этом ты будешь математикой выбирать курсы. Да, да, потом просто поменять, то есть мейджор не имеет никакого значения практически. Ну, до выпуска. До выпуска, да. До выпуска. После выпуска все просто напишут диплом. Да, то есть... Но по факту ты должен все-таки набрать предметов под конкретный мейджор. Да. А ты вот, ну, скажем, ты объявил, что хочешь сделать компьютер сайенс. Ты приходишь, и тебе куратор говорит, хорошо, вот тебе список предметов, ты должен из него такое-то число сдач. Да, не, ничего не говорят, просто тебе меняют мейджор. Ты просто, ну, сам знаешь, что тебе надо взять, все, ну, потому что... Ну, есть какая-то база. Ну, это список, да, он просто на сайте все висит, что нужно взять для того, чтобы получить степень бакалавра, и ты просто берешь эти предметы. Можно два получить, две бумажки дадут. Красиво. Как два диплома. Да. И есть у кого-то такой план? Да, я хочу сделать два мажора в математике, фундаментальной математике и в компьютерных науках. Так. Возможно. То есть разделить, да? Угу. Сейчас у тебя один совместный, да? Да, это как бы joint-мейджер, да? Ну, как бы совмещенный, совмещенную специальность. А там будут две разные специальности. Так. А вот в майнерах вы видите какой-то смысл? Майнер брать? Да. Скажешь? Если хочешь, возьми, но то есть хуже не будет. Ну, лучше тоже особо не будет, мне кажется. Вот. Да и если даже у тебя два мейджера, это не так важно на самом деле, по большому счету. Это просто для своего эго возможно. Так. Она ни на что не влияет в будущем буквально, то есть. Ну, нет. Ну, если у тебя два разных мейджера, то влияет. Если два разных, то возможно, да. Если у тебя один мажор в физике, другой в психологии, то да, это важно. Ну, то есть, чтобы ты мог работать физиком и психологом. Ну, да, да. В таком случае действительно важно. А если это две смежные дисциплины, то, ну, не очень важно, да. Какие вы сразу стали брать предметы, вот каждый из вас? Ну, мне самое важное, чтобы у меня расписание не выглядело красивым, чтобы не было окон, чтобы занятия заканчивались не слишком поздно. Поэтому просто набрал классы, которые, ну, подходили под мое расписание, чтобы у меня было такое красивое квадратное расписание и чтобы у вас свободная пятница. Но это было не самым лучшим подходом, как оказалось, потому что один из классов был в дифференциальной геометрии. Это аспиранский класс, но и там мне пришлось немножко, ну, напрячь мозг, ну, то есть там, ну, даже немножко сильно. Очень сложный класс был. Но брал обычный класс, который все берут, там, теории вероятности, испанский, экономика, какое-то программирование. Я брал... Машинобучение брали. Да, да, да. Я брал то же самое программирование, что и Даня, машинобучение, дискретную математику, физику и класс по брайзингу, то есть там любой студент должен взять несколько классов по брайзингу, чтобы там показать, что ты владеешь письменными. По письму я переведу. Да, да, да. Владеешь навыками письма. А это включено вот в те 8 гуманитарных предметов, которые каждый обязан сделать? Да, да, да. Я еще пока не забыли. Давайте я буду говорить о плохом, Андрей, хорошем. Вот о плохом. Здесь нужно взять 8 обязательно гуманитарных предметов. Да, хоть на кого ты учишься. Вообще не важно, то есть на математика, на физика нужно 8 гуманитарных предметов взять. Это, опять же, катастрофа, потому что я не очень понимаю, зачем мне 8 гуманитарных предметов. Ну, хорошо, что формальная логика экономики считаются гуманитарными предметами, иначе бы я уже взвыл, но вот. Еще нужно брать физкультуру. Да, нужно брать физкультуру, но это блок с ним. Это там есть интересное. Еще нужно брать обязательно биологию, химию и два курса по физике, и два курса по математике. Опять же, не очень понимаю, зачем мне брать химию и биологию, но... Чтобы быть разносторонним. Ну, я могу книжку почитать сам, если мне хочется. Но можно в целом, если ты готов, просто сдать экзамены, не проходя сами предметы, там, не ходя на... Да, как расшифровывается A, S, E. Advanced Standing Examination. Да, Advanced Standing Examination, типа сдать экстерно предмет, то есть сдать в начале семестра экзамен. Но проблема в том, что, видимо, университеты не очень нравятся, что так делают, и экзамены гораздо сложнее, чем сами предметы. Вот. А, например, вот эти экзамены по химии и по биологии, они охватывают не один, а четыре предмета. Ну, а скажем, вот вам есть с чем сравнить, да, со своими университетами. Как вам то, как здесь преподносят информацию, как ведут занятия, по сравнению с тем, вот как это делают в СПБГУ или МГУ? У меня есть что сказать, на самом деле, по этому поводу, потому что есть такой стереотип, что какие-то предметы, они там слишком простые, например, какие-то там, ну, или там среднего уровня. Но если ты там слишком умный, то ты можешь просто взять какие-нибудь курсы для аспирантов, ну, вот когда они сделаны, например, в прошлом семестре и просто страдать, вот, поэтому все зависит от тебя, на самом деле. И, ну, какие-то курсы для, ну, андерграде студентов, для бакалавров, да, для будущих бакалавров, а они, ну, действительно простые. Ну, я не скажу, что они простые, но, то есть... Слишком, ну, базовые. Ну, я бы тоже не сказал, что они базовые, но они просто, ну, ну, достаточно уровня, по крайней мере, для меня они достаточно уровня. Вот, для Дани, возможно, математические курсы будут действительно очень простыми после олимпиад. Вот, для меня они такими не являются, потому что я не делал олимпиады по математике. Вот, но химические курсы, например, здесь, ну, довольно простые, которые для бакалавров, вот, и там их можно действительно самим заботать. То есть в МГУ сложнее, химия в МГУ сложнее, чем андерградиот предметы. Но если ты бежишь градиот предметы, то они сопоставимые или более сложные, чем в МГУ, например. Но ты же не ходил, наверное, в МГУ, то, что для, там, не знаю, спецкурсы для аспирантов и уровня магистратуры. Ну, они здесь тоже есть просто, то есть, и, ну, если вы какие-то брали спецкурсы, но здесь, мне кажется, они все равно будут лучше, просто потому что спецкурсы, они завязаны на исследованиях, но исследования здесь объективно лучше, чем в МГУ. Из-за оснащения лабораторий? Ну, просто из-за профессорского состава, из-за, да, из-за финансирования, из-за, там, близости к, там, я не знаю, к индустрии, а вот, просто из-за совокупности факторов. Тут я должен немножко пояснить. В других видео, например, с Никитой я уже этот вопрос поднимал, и простота базовых курсов в MIT или в других университетах США заключается в том, что, ну, вот, как гость моего видео Андрей, будучи химиком, вдруг захотел изучать программирование. Также, например, историк может, такие, наверное, тоже бывают, захотеть стать математиком. И получается, под людей, которые в школе не изучали детально какой-то предмет, в университете имеются курсы, чтобы они могли войти и, по сути, с нуля, без нормальной школьной базы, стать, изучать университетские курсы. Вот в этом, скажем так, основной минус базовых предметов, что они ориентированы на людей, которые в школе детально такой предмет не изучали. И вы, когда очутитесь в университете, конечно, должны очень с умом выбирать университетские курсы, которые будете делать, чтобы вы вот так вот не оказались в одной группе с профанами по этому предмету. Я считаю, что математическое образование настоящее, оно, конечно, в России все. Ну, может быть, немножко есть во Франции, в Швейцарии и так далее. В Америке бакалавриат в математике получать не надо, по моему мнению, по моему опыту. Я год проучился в ВСПБУГУ на факультете математики и компьютерных наук. И до сих пор считаю, что это лучшее место в мире, где можно изучать математику ну, в матфак-вышке примерно на том же уровне. Вот. И если... Короче, если вы хотите переехать, переставить в США просто, чтобы... Не знаю, тут лучше математику учать не надо. Поступать лучше в эти два места. Вот. Но по математике бакалаврские курсы действительно простые. Ну, если ты межнар по математике, я думаю, стоит это говориться. Да нет, ну, просто вот я сравниваю с тем, что у меня было в Петербурге, это проще. А компьютерные науки программировали? Компьютерные науки... Не знаю, я... Ну, мне было... Ну, у тебя же там тоже была совместная программа? Вот. Я брал бакалаврские курсы, они были такими простоватыми. Вот здесь. Аспирантские курсы нормальные по сложности. Просто они медленные, там, медленно объясняют все, там. Теория недостаточно глубокая. Как бы много практики, много домашек, но вся эта практика, они повторяют одно и то же несколько раз. Насчет компьютерных науки не уверен, но математику нужно учить в России, это мое мнение. Я пока не видел никаких аргументов против этого. Андрей... Да, Андрей, ну, эта вещь, которую я заметил, что вот на бакалаврских курсах по математике, например, здесь, ну, довольно, так, не строго в плане доказательств. То есть, например, ну, вот я был в математической спецгруппе на хифаке, у нас был там полноценный курс по матану, там с доказательствами очень все строго. Здесь это не так. Вот, и в целом на бакалаврском уровне я бы сказал, что в большинстве классов, ну, доказательств особо не будет представлено, ну, таких формальных, формальных, полноценных. То есть, больше дается каких-то интуитивных объяснений, ну, или там скетчи, доказательств. Ты знаешь, я вот здесь общался с аспирантами на математике, которые, ты знаешь, должны преподавать зачастую, и они мне говорили, что вот они были шокированы тем, что задание для студентов не доказать теорему, а привести аргументацию, то есть, грубо говоря, накидать идеи, как она может доказываться. Ну, я не знаю, это как-то... Ну, это вот это или как? Ну, в плане, ну, я иногда прошу помощь Даню с задачами, вот. Но я бы не сказал, что они какие-то там сильно нестроги, то есть там, ну, они просто, не знаю, не доказательства. Что скажешь? Вообще вот здесь на английском есть два перевода слова «анализ» математически, да? Есть, собственно, анализ, это, кстати, «calculus». Вот, вот «анализ» это вот нормально, то есть это вот там, в дейшнем курсе по анализу, такой, ну, немного упрощенный, конечно, не совсем фундаментальный, но все же математический анализ. Но перед ним нужно взять курс вот этот «calculus». Ты можешь его сдать. Ты можешь его сдать, да, но это... Там просто дают какие-то, как бы, фреймворки, какие-то просто идеи, концепты. Ну, формулы, как считать там просто... Да, просто формулы, как считать производную. Да-да-да, давай я поясню. Просто я два года преподавал calculus в университете, как бы, на Западе. Это, по сути, чтобы вы поняли, это как в России, например, там, где-нибудь в Бауманке или в техническом вузе, то, что называется курс высшей математики. То есть там будет и линейная алгебра, и математический анализ, но все, как бы, по верхам. То есть все, как бы... Вот интеграции, они так берутся. Вот здесь матрицы, с ними вот это надо делать. Вот это немножко логики там. Вот это там... Да, это такие хайлайты математики для гуманитариев. Вот это вот. Вот calculus, да, это не то, что нужно изучать. Человек, который собирает учать... Математику. Да, диплом математика. Вот. Но это обязательно курс. Я... Мне нечего... Не, но мне кажется, что... Ты сдал его уже? Я его... Мне его... Он просто у меня появился в... Как это? В системе? Да, в системе. Я его не сдавал. Он просто у меня появился. Это, возможно, какой-то баг. Возможно, это... А, то есть как будто уже сдан? Да, мне кажется, это божье вмешательство. То, что меня избавили от необходимости разбираться с этим курсом. Вот. Он у меня просто у меня появился в системе. Опять же, но... Но если ты знаешь математику достаточно хорошего уровня, ты можешь просто сдать и не париться по этому поводу, выбирать более сложные курсы. То есть... В этом проблем нет. Вселенная почувствовала, что ему можно поставить. Нет, я... Я еще раз говорю, я не одаренный человек. У меня небольшой талант в научной математике. Я просто... Я обыкновенный студент математики за Россией. То есть ничего сверхъестественного. И тут мне... Тут действительно скучно на бакалаврских курсах. А слушай, а вот мы с тобой обсуждали, и ты говорил, что довольно чудно, что чтобы получить диплом математика, ты можешь не сдавать, например, вообще не изучать комплексный анализ или дифференциальную геометрию. Да. То есть мне кажется, что человек, что человек, не знающий там азы комплексного анализа, или... Ну, дивгем. Ну, диверсиональный геометр, мне кажется, не так принципиально. Но, то есть есть какой-то... Здесь список обязательных курсов, он очень маленький. Он... Там сколько предметов? Наверное, 6. Ну, там есть несколько мейджоров математических, по-моему, есть general, который просто берешь 10 предметов по математике, у тебя есть, ну, степень, по сути. Вот нужно взять... А здесь это действительно мало. Дифференциальное уравнение, линейную алгебру, и вот этот вот calculus, да? И все. И любые 10 предметов дополнительно. И человек будет дипломированным специалистом в математике. Ну, это же абсурд. Как можно дипломировать специалист в математике, если человек не знает комплексного анализа или основы дискретной математики? Ну, это же бред, конечно. А здесь, так это возможно. Здесь это в порядке, норм. Андрей, а расскажи, пожалуйста, поподробнее касательно вот смены. Ты вроде как химиком был, а решил переключиться на computer science. Почему это произошло? Так получилось, что мне в конце 11 класса и в начале первого курса стала интересна область на стыке вот машинного обучения и химии. И просто для того, чтобы успеть в этой сфере, нужно знать гораздо более хорошо вот математическую computer science часть, нежели химическую часть, которая у меня была уже на достаточном уровне для того, чтобы там понимать какие-то статьи или проще. И мне надо было просто наверстывать материал, связанный с математикой, машинным обучением, computer science. Вот. И просто я подумал, что это будет более правильной стратегией, просто более фундаментально изучить эту область, чем просто там, не знаю, как-то знать довольно... Ее довольно посредственно, но там хорошо знать химию. То есть я предпочел такой обмен. У меня как раз новостной. Но подожди, я правильно понимаю, что ты вроде как на химию забил, то есть она у тебя даже как майнер не делается? Да, да, пока не делается. Я думаю, что вряд ли будет делаться. Просто потому, что я... Ну, здесь есть довольно много крутых курсов. Вот. И я у меня просто не успеваю взять достаточно количества химических курсов, чтобы там задекларировать мейджор или майнер. И, кстати, удивительное наблюдение. Я беседовал с большим количеством международников из Америки, из других стран. И очень маленького количества людей. То есть меньше, чем 50%, наверное, химический мейджор. Вот. Хотя они ими международники по химии. То есть американцев вообще практически нету с химическим мейджором, которые при этом были международниками по химии. То есть они в основном либо берут, вот как у Дани мейджор, то есть математика и компьютерной науки, или просто математика, или просто компьютер сайенс. Да. Вот. И твой фокус тоже уже переключился, получается. Да, да. Но я все еще хочу оставаться в области, которая, как я сказал ранее, находится на стыке машинного обучения химии. То есть, ну, химию я не забываю. Я просто ее... Ну, как... Я планирую вот этот бот в свободное время летом. Вот. Ну, и, возможно, там, я не знаю. Ну, просто в будущем параллельно. Может, возьму пару классов здесь в свой последний год. Может быть, зарегистрируюсь просто как слушатель. Да. То есть... Да. Химия не совсем осталась. То есть... То есть ты какие-то спецкурсы, ну, или я имею в виду, какие-то предметы берешь по химии? Пока нет. Пока нет. Но планируешь. Но на последнем году я не исключаю такое возможности. Вот если мы будем говорить про науку, я буду говорить, как у меня было в МГУ, и, вероятно, так же у вас по БГУ. То есть где-то с третьего курса начинается курсовая, и ты начинаешь делать научный проект. И там на последнем курсе ты, соответственно, делаешь диплом. А скажи, пожалуйста, вот у вас сейчас в каком формате есть ли какие-то научные проекты? Ну, во-первых, тут нет диплома. Вообще, то есть... Ну, дипломной научной работы нет. Да-да-да. И нет курсовых. Это можно договориться с профессором отдельно, чтобы сделать какую-то научную работу. Он здесь называется Europe Undergraduate Research Opportunity Program. Но это не обязательно на усмотрение студентов. Еще, что важно, здесь нет семинаров вообще. То есть... Это, мне кажется, наверное, самое главное упущение американской системы образования. Тут есть что-то подобное, называется Recitation, повторение. Оно будет разного формата, но там обычно задача решает преподаватель, а студенты... Смотрят просто. Смотрят, да. Не всегда бывает студенты решают, но, например, на аспиранских курсах нету семинаров. А как бы без аспиранских курсов здесь математику изучить нельзя. В общем, вся сложная математика в аспиранских курсах, а там нет семинаров. Там нет семинаров. Бо этого в аспиранских курсах нет еще экзаменов. Или экзамены такие, что, ну, как бы, их нужно решать дома. То есть, по факту, это просто домашка с большим весом. Вот поэтому по факту вся оценка складывается из... То, что дома сделал. Да, из домашки. И это большая проблема, потому что, когда нет экзамена, когда ты где-то приходишь, тянешь билет, нету мотивации повторить материал. Ну, конечно, повторяю, но это так. Ну, да. Для себя. Вот когда, ну, я знал, что нужно будет завтра идти, и вот мне нужно будет рассказать билет, а потому что будут еще будут доп. вопроса. Я гораздо лучше готовился, разумеется. Ну, а вот все-таки про исследовательские проекты. То есть, ты пытался на это Europe поддаваться? Или, может быть, знаешь, есть отдельные сабджекты, то есть предметы, где, ну, что-то вроде все-таки какого-то исследования идет? Ну, вот хотя бы статьи какие-то вы писали по машинному обучению. Ну, можно делать что-то типа есть проекты по отдельным предметам, но они гораздо меньше масштаба, то есть это, условно говоря, он должен заниматься только 30 часов. Но это не сравнивать меньше с тем, что нужно сделать в обычной курсовой в... Ну, да. ...арсийском вузе. Вот, это, опять же, это по каждому конкретному предмету и там вклад студента, он не очень большой как правило. То есть обычно это все-таки обзор существующих методов или нужно как-то сравнить или нужно как-то обновить доказательства существующих и так далее. Нет вот этого именно чего-то траваторского, что ли. Андрей, а ты что начал говорить? Ты вот тут уже участвовал в ЮРУПе, или, может быть... А мне кажется, на самом деле, что я туда не соглашусь, потому что ты можешь напрямую коммуницировать с профессором, и если ты просто покажешь ему, что ты достаточно там... Мотивирован. Мотивирован, да, то там просто прямая коммуникация, ну, ты будешь... А давайте тут повернем, чтобы ты будешь чуть-чуть меньше, чем аспирант, вот, потому что ты бакалавр будущий, а не аспирант, поэтому я не буду так сильно заботиться как аспирант, но ты можешь делать ну, очень серьезные вещи. То есть ты можешь конкретному профессору написать, сказать... Да, я так и сделал. Хочу делать с вами в лаборатории науку. А он скажет, вот этот проект, вот эти статьи, да? Обычно профессора здесь очень заняты, поэтому тебя, значит, перенаправят к какому-то аспиранту, вот... Ну, это там зависит. Я работал с двумя аспирантами, вот, и ты просто будешь с ними работать напрямую, и с ними уже там коммуницировать гораздо проще, чем с профессором, потому что, как я уже сказал, профессора, они здесь очень заняты. Так, и вот, если не секрет, какого рода проект ты стал делать, он чего касается? Вот я начал работать на стыке как раз машинного учения и химии, вот, там был проект по, значит, генеративным моделям для, значит, генерации конформеров, молекул, вот, это... Я не знаю, стоит ли мне объяснять глубже, вот там есть... А что это? Ну, у меня знакомая занималась чем-то, и там было так, что они создавали белки, и вот компьютерными методами предсказывали какие-то белки, как вот катализаторы для каких-то химических реакций на основе уже имеющихся знаний. это как бы ну, как бы поле одно и то же, но проекты сильно разные, вот, но, да, суть в том, что это действительно проект на стыке химии и компьютер сайенс, вот, это то, чего мне не хватало, я бы сказал, в России, потому что в России очень мало научных групп которые занимаются таким, вот, это в целом, наверное, была одна из причин, почему я вообще переводился, просто потому что, ну, ну, наука здесь гораздо более богатая, прям, чем в России. А подскажи, это, получается, это вот этот формат Europe, или это просто отдельно? формат Europe. Так, ну, он как бы, ну, там в чем преимущество в том, что если ты работаешь, то тебе там за это платят, вот, либо ты можешь получить там кредиты за какие-то, ну, как предметы, условно говоря, за честь, вот, и просто Europe позволяет все сделать как-то централизованно. Ты просто подаешь там, значит, заявление, там пишешь абстракт, типа чем ты будешь заниматься в течение семестра, там, отправляешься там к профессорам, и там, это все довольно, довольно просто делается, то есть, система довольно хорошо налажена. Так, а ты планируешь на Europe подаваться? Да, да, что-то, мне типа решаю по дискретной математике, наверное. То есть, по математике, не по компьютерным наукам? По математике, да. Да, отлично. Ребята, а скажите, пожалуйста, какие у вас планы? Вот, может быть, магистратура или аспирантура, или уже пойти работать сразу в индустрию после выпуска? Может быть, тендер и начнешь? Да, это отличный вопрос, у меня на него пока что нету готового четкого ответа, вот, потому что, спроси меня год назад, я бы точно сказал, что я пойду в аспирантуру, сейчас эти, ну, вероятность этого, мне кажется, уменьшается в моих глазах, вот, но какую-то форму, все-таки, graduate degree я хочу получить, а там, будет магистратура какая-то, да. Здесь же, MIT? Возможно, да, потому что здесь очень удобно, что если ты делаешь мейджор по computer science, то потом, там, ну, просто, да, пройти в магистратуру. Дополнительный год, ты там, за пять лет получаешь магистра, ну, по сути, такой латентный специалитет получается, вот, но, и финансирование тоже, по сути, гарантированно, да? Там немножко хитро, то есть, в случае, в этой магистратуре, тебе надо найти финансирование, но ты можешь, либо пойти, ассистентом, и преподавать, либо можешь пойти в лабораторию, тогда тебя будет финансировать профессор, либо сделать вообще третью вещь, это, вот, совместный ресерч с компанией какой-то, вот, которая будет за тебя платить, то есть, это, возможно, в целом, масса, да, вот. А скажи, почему ты передумал насчет PhD? Я не знаю, ну, пять лет целых тратить надо на это будет дело, потом, ну, как бы, вероятность того, что ты сделаешь, там, я просто не думаю, что я хочу оставаться в академии, а если не хочу оставаться в академии, то, ну, не факт, что вообще, то, что ты сделаешь, будет кому-то полезным вообще, потому что, ну, люди, которые, там, идут на PhD, очень мало, мне кажется, из того, что они делают, ну, становится действительно полезным для кого-то, но если ты работаешь в академии, да, действительно, ну, выбирай задачу какую-то интересную, ну, ну, заранее, людей на PhD в целом нравится, возможно, я просто пойду на PhD чуть попозже, то есть, смотри, если пойти в условный Oxford, то, там, не 5 лет, а в Англии, вообще говоря, это 3 года обычно, ну, и, то есть, соответственно, гораздо быстрее можно все это сделать, да, ну, то есть, я говорю, я, возможно, просто пойду чуть поработаю после университета, потом пойду на PhD, то есть, я не исключаю это возможности, но пока что все не ясно, я пока не особо не думаю об этом, хорошо, хотя, наверное, стоило бы. Так, а ты, Данил, что скажешь? Ну, я пока не знаю, как это по обстоятельствам будет действовать, вот, ближе к маю, четвертому курсу, решил, наверное, вот, а вообще, я только отмечу, что в MIT, магистринская программа всего лишь одна, то есть, она только по, вот, компьютерной наукам и, логчиковый инженеринг есть, вот, и при этом, она, люди, которые заканчивают, получают не степень, как бы, магистра наук, а магистра инженерии, и учат они год, это не два года, то есть, это, это хуже, то есть, это не... Слушай, смотри, в Англии бакалавр три года, магистр один год, это очень частое явление, и, то есть, там, грубо говоря, за четыре года уже получают магистра. Ну, то есть, это не вот магистра, который в стандартном европейском понимании, то есть, это все то же самое, это не важно. Континентальный европейский год. Я, а давайте пойдем по коридору. Ну, можно по коридору. Ну, здесь, красиво. Там я как-то замерз. Ну, и мне хочется показать немножко коридор. Вы на уроды вообще? Не, но все равно. Повторю. В общем, это магистратура, это не... Ну, она просто уровнем, мне кажется, похуже. Да. Ну, вот смотри, я тебе скажу, что, например, в Оксфорде, Кембридже, и там, Тринити колледж, Дублин, у них, ты заканчиваешь бакалавра за три года, и потом просто идешь работать. И через год работы ты можешь обратиться к универу и попросить магистр, и тебе дойдут мастер в артс, и это будет типа автоматическая магистратура. Ну, мастер в артс, это вообще какие-то слезы, мне кажется. Ну, тем не менее. В США же другая вообще система. Там магистратура, она объединена с аспирантурой в одну пятилетнюю программу. То есть люди не поступают отдельно на магистр, а потом на аспиранта. Вот. Единственный вариант, почему магистратура, это поступить в магистратуру, отучиться условно говоря два года, сдать квалификорный, экзамен сдать короче, а потом отчислиться. И вот только тогда можно получить магистратуру, не получая PHD. Поэтому обычная магистратура, это чисто европейская. Слушай, я вот завтра буквально буду встречаться с девушкой, которая после физтеха поступила сюда в магистратуру, учится здесь в магистратуре. Точно в магистратуре? Да, точно в магистратуре. Тогда вырежьте, наверное, это просто неправо. Возможно, я только про математику. Возможно, я смотрел магистратуре в США, по математике, и у топовых узов их нет. Ребят, что это такое за место? Это банановая комната. Банановая комната, да. Да, какой-то богатый выпускник, жертву очень много денег каждый семестр, чтобы здесь был неограниченный поток бананов. Любой человек может зайти, взять бананы с коробки, там, можем посмотреть, там много бананов. Пойдем глянем. Там еще здесь спят, есть всякие матрасы, пуфики. Я сегодня не заходил, там храпел один мужик. Ну да, это такое довольно странное место. Так, тут народу вперед, бананы. Вот короткие. А, вот здесь вот? Это пустые уже. А так это наоборот вкусно. Спелые ванальчики. Вот эти? Да. Да, мы уже взяли, спасибо. Так, и здесь можно поработать, а здесь можно поспать. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилась история, может быть, она вас вдохновит получше учиться, достигать, участвовать в олимпиадах, в конкурсах, какие-то открытия делать, может быть, в науку пораньше входить. И если у вас остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях, пишите свое мнение и, может быть, какие-то подсказки, как, чего стоит делать, если вы сами здесь учитесь. Всего вам самого доброго. До встречи. Пока. Как вам это видео, ребята? Пожалуйста, напишите мне в комментариях, если стоит снять отдельно пошаговую инструкцию о переводе в университет США MIT. И, конечно же, если у вас еще остались какие-то вопросы, пишите их ниже. Детальная инструкция о поступлении в MIT сразу после школы у меня недавно на канале уже выходило. Ссылка есть в описании. И вообще, касательно MIT, у меня есть уже целый плейлист из видео, влогов и также интервью с ребятами, которые поступали и учатся или учились в MIT. И, конечно, у меня есть видео и про другие университеты, такие как Стэнфорд, МГУ, СПБГУ, Оксфорд или Гарвард. Обязательно посмотрите. Я желаю вам всего доброго. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео.